Привет, друзья! Вы смотрите канал скетчинги StartDrawing, меня зовут Стас, и сегодня я вам покажу несколько принципов использования карандаша в скетчинге. Наверное, вы спросите, так что это Стас перешел с маркеров на карандаши, и я вам отвечу, что основная идея этого видео в показать, как техника карандашного скетчинга поможет вам освоить технику скетчинга маркерами. Итак, первый принцип заключается в том, что учитывайте то, как вы держите карандаш. Как можно держать карандаш? Можно карандаш держать как при письме, то есть вы держите вот таким образом, под достаточно большим углом к поверхности бумаги, и делаете линии. Рисуйте линии вот так. Так вот, что хочу сказать, что вот такая манера рисования, она хороша для небольших линий, для линий итоговых, для тех линий, которые уже, можно сказать, контурные. Короче, дело в том, что если так держать карандаш, то вы достаточно хорошо контролируете линию, но эта линия, в принципе, небольшая. Эта линия небольшая. Если вы же рисуете линии построения, то лучше карандаш держать под очень маленьким углом к бумаге, то есть вот так. Ну, наверняка, вы видели, кто в художку ходил, кто точно видел. Учитывайте то, как вы держите карандаш. Это вот, вроде бы, это так просто, но на самом деле это очень важно. Плюс это легко вам поможет сделать, набрать тон. Набрать тон. Допустим, там основную тонировку вашего рисунка сделать. Вот так легонько можно наметить фигуры путников, которые по пустыне где-то, допустим, тут где-то на верблюдах бегают. Ну вот, основной принцип, надеюсь, вам понятен. А затем, уже когда вы сделали такой первый набросок, вы берете карандашик, ну давайте я уже другую возьму, вот как при письме, и показываете основные ваши там элементы, обводите, уже давите на карандаш, так пожестче. Второй принцип заключается в том, что линии построения должны быть очень-очень свободные. Итак, напишем свободные линии. Свободные линии. Что это имеется в виду? К примеру, вы рисуете натюрморт, ну допустим, там вазочка какая-то. Что вы делаете? Вы не рисуете вот так. Я сколько раз наблюдал, как ребята рисуют там как-то сразу вот так вот жестко давят на линии, когда рисуют осевую линию. Вот так вот. Очень серьезно к этому подходит. Так лучше не делать, потому что вы вкладываете очень много сил, времени в эти линии, которые не нужно так сильно над ними заморачиваться. Когда только строите предмет, вы еще не знаете, может быть там по композиции что-то, только предполагайте, как это будет. Очень легонько линии строите. К примеру, рисуйте ту же самую вазочку. Одна часть, вторая часть, третья часть. Даже лучше, наверное, побольше нарисовать. Рисуйте вазочку. Вот, у вас линии очень свободно ходят. Очень свободно. Один блок, второй блок. Вот она такая, как яйцеобразная. И нижний блок. Следующим этапом вы делаете такие же легкие линии, но уже, к примеру, с прорисовкой окружностей, то есть сечений, чтобы понять вообще структуру этой вазочки. Вот, линии очень легкие остаются. А следующим этапом, когда вы уже проверили пропорции, посмотрели, что эта вазочка у вас действительно такая, какая она на самом деле, вы передали все пропорции, в общем, все вам нравится. Только после этого вы уже приступаете к тому, что держите карандашик под, опять же, вот таким большим углом, как при письме, и старайтесь обводить. Опять же, легонечко, но уже линия у вас более такая, более уверенная. То есть, вначале делаем очень легкий набросок, а затем уже обводим. Третий принцип, я назову его так, контроль. Контроль. Тоже мне сколько раз приходилось наблюдать, как рисуют следующим образом. Даже когда держат карандаш, казалось бы, первые два принципа соблюдают. Но люди рисуют, вот обратите внимание, вот очень прям внимательно, посмотрите, они рисуют вот так. То есть, такое впечатление, будто они линию вообще не контролируют. Вот они, допустим, люди рисуют рамочку, просто рамку композиции. Вот они раз, как-то раз, раз, или... Отрывают, как будто они отрывают руку от рисунка. Получается, что нет контроля, нет контроля ни первой точки, ни второй точки. Лучше это делать вот так. Вы четко контролируете начало линии и конец линии. То есть, эта линия, это не штрих. Мы сейчас говорим именно о линиях, не о штриховке. Если неудобно рисовать сверху вниз, переверните формат. Вот, опять же, четкое понимание, что вот у вас начало линии, вот у вас конец линии. Никаких вот таких свободных каких-то взмахов быть не должно, потому что, во-первых, они получаются дугообразные, идут не вертикально, не горизонтально. То есть, нет контроля в таких линиях. А контроль должен быть, потому что контроль линии, это прежде всего влияет на ваш результат. Потому что скетч это все-таки такой демонстративный эскиз. То есть, это быстрый рисунок, легкий, такой ненавязчивый, но в то же время на демонстрацию. Вот видите, как я рисую? Я рисую четко, вот я понимаю, где у меня начало линии, где у меня конец. Опять же, контроль линии должен присутствовать и тогда, когда вы делаете штриховку. В следующем этапе можно уже держать карандаш под таким большим углом, чтобы показывать детали. Можно по этой штриховке уже более уверенными пройти штрихами. Но контроль линии должен быть обязательно. Четвертый принцип называется так. Тон и направление штриха. Что такое тон? Тон это оттенок, светлый, темный. Он зависит от того, насколько далеко от нас располагается предмет, какого цвета сам этот предмет и от типа освещения. Можно сделать шкалу такую. Тональную. Самый светлый это белый. Вот, а затем пошло уже темнее. Темнее. Еще темнее. Фишка не в этом. Фишка в том, что от направления штриха зависит текстура и фактура. Так вот, принцип такой. Нарисуем коробку. Верхушка будет самая светлая. Здесь по этой поверхности лучи словно скользят, поэтому она будет уже потемнее. Потемнее. Вот, есть такая штука, называется пограничный контраст. То есть, там где ребро, здесь будет светлее, здесь будет темнее. Здесь будет светлее, здесь будет темнее. И самая темная часть, которая находится в тени. То есть, свет сюда не добивает. Вот, если неудобно, можно повернуть немножко формат и вот так поработать. Есть такой универсальный принцип, который является базой для большинства, наверное, текстур. Штриховать под углом. Здесь главное понять, что именно вот направление штриха во многом определяет итоговый, конечный вид вашего рисунка. Вот в маркерах это может быть одно из самых главных принципов. Потому что можно одну и ту же поверхность, участок поверхности залить маркерами и под разными углами. В одном случае вы сделаете вертикально, горизонтально. В другом случае вообще разобьете форму. К примеру, вы начали вот так, потом что-то вот так, потом как-то вот так, потом вот так, потом вот так. Если у вас нет задачи показать фактуру, то так делать лучше не стоит, потому что поверхность просто разбивается. Лучше делать действительно под углом. Под углом. Хотите уплотнить? Делайте, поменяйте угол немножко, пройдитесь вторым слоем. Итак, теперь последний пятый принцип. Я его назову так. Последовательность работы над рисунком и текстура. И текстура. Пятый принцип. Что я под этим подразумеваю? Давайте на примере дерева я покажу последовательность работы над скетчем. Давайте предположим. Небольшой вот такой холмик. Очень легкими линиями. О том, что я только что говорил, я показываю крону дерева. Крону дерева. Следующим этапом я показываю тональность. Вот здесь главный принцип. До текстуры всегда идет тональность. Только тогда, когда я покажу светлые участки, темные участки, падающие тени, все такое прочее. Только после этого я буду добавлять уже текстуру коры, текстуру травы, текстуру листвы, чего угодно. Вот. Я набираю тон. Я набираю тон. Опять же, я... Очень простыми такими движениями показываю, где самые темные. Предположим, у нас свет падает, как всегда, слева направо. Под таким углом. Я показываю светлые и темные участки. Светлые и темные участки. Вторым этапом я уже уточняю саму структуру дерева. Опять же, очень легко это делаю. Я делаю это действительно очень-очень так нежно, так можно даже сказать. Под кроной получается темная часть дерева. И с правой стороны тоже получается темная часть дерева. Итак, продолжаем. Продолжаем показывать детальки. Детали, элементы. Что это у нас? Ветки. Вот. Намечаем основные части. Кора где-то выступает. То есть... Я показываю не фактуру коры, а просто даю... Ну, такие намеки. Делаю заготовку. Вот. Я делаю заготовку. Потом я знаю, что... Вот в этой нижней части здесь листва очень плотная. Потому что свет сюда практически из-за густой листвы не добивает. Поэтому я смело здесь делаю такие... Темные участки. Прямо так смело-смело делаю. Вот. Немножко силуэт подправляю. Так. Ну, еще пока никакой толком мелочевки. Так. Это вот идет болванка такая. Это своего рода болванка. Так. Теперь я уже стараюсь более мелкие детали делать. Более мелкие детали. Делать детали. Вот. Про траву не забываю. Про падающую тень. Вот. Здесь же такая солидная тень падающая от кроны. Вот. Травка. 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 Так. Ну, а теперь уже можно, в принципе, и немножко текстуру подработать. Я уже, видите, как раз хорошо, что мой карандашик сам заточился. Остренький такой кончик. И я этим острым кончиком уже запросто могу сымитировать кору. Опять же, я делаю это условно, но тонким, именно острым кончиком это сделать проще. Это сделать проще. Где-то штриховка. Где-то какая-то мелочевка. Вот так. Пошло, пошло, пошло. Вот, в принципе, это все пять таких основных моментов, которые помогут вам делать и карандашные скетчи, и в свое же время помогут быстрее или лучше, эффективнее осваивать технику маркерного скетчинга. Потому что с маркерами вот тут то же самое. И направление штриха, и легкие линии, и контроль линии, все это повторяется. Поэтому, друзья, если у вас еще нет маркеров, и вы хотите делать скетчи, потренируйтесь на карандашах. Бегом в магазин за карандашами, а как только маркеры у вас появятся, у вас, я уверен, что дела пойдут гораздо веселее. Поэтому, поскорее подписывайтесь на канал StartDrone, чтобы узнать побольше техники скетчинга. Если вдруг вы еще не подписаны. С вами был Стас. Ну и до следующего видео. Пока.